так всем добрый день есть у нас ноутбук достаточно старой моделью которая нету usb разъемов 3.0 только usb разъемы 2.0 так и есть у нас внешний диск у которого есть разъем usb 3.0 по идее можно подключить данный жесткий диск непосредственно к разъему 2.0 но скорость будет меньше чем через интерфейс подключения 3.0 так как в этом случае нам обойтись без разъемов 3.0 на данном ноутбуке так ну большинство ноутбуков есть подключение подключение экспресс-карты в зависимости от того какая модель ноутбука там новой либо старая то есть более новых стоит 3.4 миллиметра экспресс-карта старых 54 ну и в данном случае вариант подключение 54 то есть экспресс-карта обычно находится слева то есть ну и служит для подключения ее в этом варианте можно воспользоваться специальным адаптером который вот что из себя представляет то есть это экспресс-карта на 54 миллиметра но с разъемами количестве трех штук usb 3.0 внутри находится сама экспресс-карта благодаря которой и подключается к этому разъему ну и находится также диск с драйверами который можно устанавливать на различные системы в том числе и windows начинает экспресс-карта 10 версии хотя в некоторых версиях то есть драйвер сам устанавливается непосредственно из microsoft находится и устанавливается так как подключается очень просто достаем заглушку которая раньше стояла дальше берем вашу экспресс-карту лучше это делать конечно выключенном состоянии так ну а дальше до щелчка устанавливаем эту экспресс-карту 54 миллиметра с подключенным usb непосредственно к ноутбуку так ну и что в результате у нас получилось то есть как установились какие драйверы ну и также давайте посмотрим скорость какая будет если мы будем использовать usb 0 и ну и данную экспресс-карту с usb 3.0 так смотрим итак давайте рассмотрим что у нас прилагалось к адаптеру usb 3.0 на 3 порта и экспресс-карты так вот мы загрузили дисковод так ну и здесь можно наблюдать то есть те драйверы которые вам понадобятся для установки вашей операционной системе начиная с windows 98 оси я здесь мы можем увидеть давайте сейчас проверим скорость записи данных на внешний жесткий диск через usb 2.0 для этого сначала мы его подключим вот как слышим он подключился так ну и сейчас появится так вот он появился так ну и запишем вот этот вот файл на этот жесткий диск через usb 2.0 так ну и вот мы видим среднюю скорость записи на внешний жесткий диск который поддерживает usb 3.0 ну в данном случае подключен usb 2.0 вот такая скорость записи так вот тут у нас появился файл итак давайте подключим на жесткий диск через адаптер экспресс-карт usb 3.0 ну и посмотрим какая будет скорость записи итак вот мы подключили нашу экспресс-карт ну и также подключился наш жесткий диск так ну и как видим подключился контроллер usb 3.0 фреско logic так ну и давайте проделаем ту же самую операцию перенесем тот файл только с интерфейсом usb 3.0 при помощи вот этого адаптера так мы уже его скопировали так ну и видим среднюю скорость передачи данных то есть вот у нас файл появился на этом жестком диске так как видим соответствующие скорости ну и есть тоже отрицательные моменты данного подключения ну вот здесь у меня в конструкции ноутбука видно выступающие части металлические но они достаточно утренькие то есть все зависит от крышки так ну и тоже можем случайно вытащить данную карту если вы резко потянете так ну и также тоже самое здесь данная карта подключены по данному виду разъема очень хорошо нагревается поэтому может также со временем то есть отвалиться ну и прекратить передачу данных которые вы копируете либо непосредственно с ноутбук а либо жесткого диска вот единственное несколько недостатков который я привел так ну и всем спасибо за внимание кому было полезно это видео удачных модернизаций распаковок ну и на следующее видео до свидания